Добрый день или доброе утро. Я знаю, что вы занимались киносъемкой, работали на студии ВАЗ-фильм. Было бы интересно послушать, как все начиналось у вас и на какую технику снимали, а особенно, так как это кинопленки, как монтаж производился? Вопросы три. Начнем с первого. Начиналось так. В 1977 году я, выпускница училища кинофотоотделения, получила распределение Волхов, потому что здесь был алюминиевый завод, и при алюминиевом заводе, при ДК, был кинокружок. Но им нужен был руководитель. Руководил тогда просто рабочий ДК, по-моему, он был киномехаником. До меня здесь работали еще Николай Блескин, участвовал в этой киностудии, и Рыбацкий. Я знаю, что они снимали в основном как телевидение современное, кинохронику. Вот они снимали праздники, детей, эти какие-то частично материалы еще остались, я их бережно храню. Вот. Ну и приехали мы когда в ДК. Был вариант такой, что было распределение в Сосновый Бор, и был Волхов. Вот я выбрала Волхов, потому что, во-первых, здесь мне очень понравилось отношение. Я сначала не поверила своему счастью, потому что, в общем, мы жили при социализме, а здесь был коммунизм в отношении нас. То есть все, что мы хотели, какие только фантазии у нас были, мы приходили к директору завода Федорину, и Петр Васильевич нам просто подписывал все наши буквально хотелки без всяких разговоров. Секрет в том, что его жена, Алифтина Тихоновна, купила себе видеокамеру-восьмерку и начала заниматься кинолюбительством. Ей нужно было, конечно, консультации, ей нужно было где-то это все проявлять, потому что обратимый процесс, он длительный. Если фото был только негатив и позитив, то здесь было шесть операций. Сначала, когда я приехала, была к киностудии, находилась в подвале, вот там, где у Ливарчаковского, дом 3. А сразу же нам почти портком выделил четырехкомнатную квартиру, тогда это было можно, сейчас она опять переведена в жилой фонд и отдана людям. А до этого мы, значит, сколько, лет 15 вот в этой четырехкомнатной квартире обустроили себе очень хороший павильончик, очень хорошую лабораторию, и в этой квартире мы вот занимались. Ну, кроме того, что нам выделили помещение, нам купили камеры, купили сразу три или четыре камеры, сначала Киевы, потом Красногорские. Каждый раз, когда появлялась новая модель, нам предлагалось купить и эту модель, пленка без ограничения. Снимали мы исключительно, значит, то, что мы хотели, но были, конечно, и партийные задания, но как же без этого, но мы к ним относились тоже творчески. Например, мы снимали субботник, репортаж субботника, мы снимали репортаж с учений по гражданской обороне, мы сняли фильм про электролизников, и потом приходили и на заводе же показывали. Вот с помощью вот такой вот Украины, передвижки, а что такое кино? Это надо, значит, первое, написать сценарий. Приходили вот, например, ребята, мы хотим снять фильм, мы знаем, что вы хотите. Вот он у нас в голове, мы хотим вот про нашу жизнь снять, мы будем снимать. Хорошо, это очень интересно. Они снимали там свои, школьники снимали занятия после уроков, как они на переменах балуются, здесь техникума группа была, они снимали тоже свои проблемы. Но были и такие, как бы я сейчас назвала, замороченные такие ребята. Они снимали такое параллельное кино, и такое интересное. Тогда это очень была волна, видимо, это в воздухе была разлита, вот эта мысль снимать так необычно, через левое ухо, как говорится, что-то такое, или обратную съемку, или боком. Потом, значит, мы были всегда пристегнуты, как такое не очень хорошее, может быть, выражение, к областному комитету профсоюзов, а при нем был областной клуб кинолюбителей, который курировал нас, нас учили, у нас был, каждый квартал был, семинары проводились, нам преподавали очень знатные, известные операторы, режиссеры с нами занимались, рассказывали нам. И был такой фестиваль «Белая ночь», он и сейчас есть, но формат немножко другой. Он проходит сейчас в Санкт-Петербурге. И до этого он был в Ленинграде, участвовали все областные киностудии, которые были в разных городах. Очень хорошие киностудии были в Выборге, в Луге, в Тихвине. Ну и наша киностудия, Волховская, вот она как бы сразу влилась в это течение, движение, и мы входили в пятерку сильнейших. На каждой «Белой ночи» мы привозили свои вот фильмы, например, один из первых фильмов был у нас «Мама, папа, я – спортивная семья». Проводились такие соревнования в юности. Мы снимали про занятия детей, самбо, у нас есть, я вот выкладывала ВКонтакте, там, «Мои мальчишки» или как он, «Самбисты» назывался. Мы снимали лодочную станцию, как здесь скутеры гоняли по воде. Вот, все увлечения, чем занимались люди. Ну и, конечно, немножко политики. Когда к нам приезжали, например, в обратимы, и вот сажали дерево дружбы, вот все эти репортажи мы снимали. Дни культуры, например, там, поскольку мы все-таки были при Дворце культуры, мы снимали их занятия, там, репетиции танцевального самодеятельного коллектива. Потом он стал тоже народным, «Радуга». Но моя функция заключалась в том, чтобы научить людей, вот, обратить внимание на основные профессиональные знания. Например, ну, основы операторского мастерства, как работать с киноаппаратом, как заряжать пленку, как ее проявлять. Но творческих было больше, конечно, таких занятий. Ну, вот я про сценарное мастерство, например, сейчас. Прочитали мы Салтыкова-Щедрина. Ну, просто Волхов, город Волхов. Все описывается город Глупов, где посредине на площади всегда лужа. И в этой луже, значит, свиньи. Ну, у нас не свиньи, у нас просто лужи, сами знаете, на площади всегда есть после дождя. Вот. Ну, и много-много там вот таких моментов, как раз в наше перестроченное время тогда было, которое, ну, просто вот ложилось, и мы написали сценарий. Фактически за нас написал Салтыков-Щедрина. Мы взяли цитаты и, значит, сняли на... Положили их на нашу реалию. Конечно, получился очень такой... Провокационный. Провокационный. Но я бы не сказала провокационный. Он был патриотический фильм, потому что мы болели за наш город. Мы понимали, что надо что-то менять в этом городе. Ну, а получилось как бы так, что мы очерняем нашу жизнь. Хотя, ну, как документалист может очернить. Игровой фильм можно придумать и снять эту, да, например, там, сыграть пьяного лежащего. Но мы-то снимали именно то, что мы видели. Это было как раз самое интересное в нашей работе. Потому что ты просто открываешь свои глаза на распашку и видишь все, что есть. И тебе камера помогает это зафиксировать. Потом, значит, ну, мы делали не только такие критические фильмы, да, с критикой. А, например, к Пятидесятилетию города мы сделали фильм, ну, достаточно лирический. Мы просто узнали, что в школе проводится конкурс сочинений на «Я люблю свой город». Пришли в восьмую школу, попросили учителя литературы. Она нам отдала эти сочинения. Наталья Блескина, журналист профессиональный, она вот у нас была в сценарной группе вместе с библиотекарем. Что такое кино? Это синтетический вид. Это не только картинка, это музыка. Это слово. А слово вообще первично в любом виде искусства, тем более в кино. Если ты смотришь на этот кадр, и идет просто кадр, у тебя свои мысли возникают. Если тебе уже этот кадр показывают под какую-то музыку, эта музыка соединяется с видео, рождается третья. А если тебе еще к этому добавляют какой-то текст, это все вместе соединяется, и у тебя рождается свой образ, но он уже не совсем твой, а тот, который хотел автор. Если автор этого добивается, значит, он попал в точку. Чем профессиональное кино отличается от любительского? Что профессионалы, они снимают уж точно, четко, по сценарию. Любитель, он может прийти, у него есть сценарий, и он может увидеть в этот момент что-то другое, и он может это снять свободно и вольно. То есть он не то, что от слова «любить», а от слова того, что вроде бы как не совсем профессиональный. Была такая история на съезде кинематографистов, который, значит, решил, что кинолюбительство у нас в стране дошло до такого состояния, что нужно создавать союз, творческий союз кинолюбителей. Но поскольку его нам помогали создавать профессионалы, то они назвали наше движение непрофессиональные кинематографисты. Профессионалы. Да. Ну, нам это тоже понравилось, любительское больше нам нравилось. И вот на съезде один из ведущих специалистов, который это все инициировал, сказал, «Я приветствую вас, дорогие профессиональные некиматографисты». А такое вот состояние не, частицу переставили. Но в этом заключался такой вот свойственный там нам юмор. Еще, значит, ну, очень много было. Ну, вот Коля Блескин, он снимал в основном такие вот самые серьезные фильмы. И мы с ним вот снимали вместе фильм «Шумят леса» про Антипова. Фильм, который, в общем-то, был как бы заказной. Он мне в предыдущие сорокалетия Победы обязывал что-то нам сделать для фестиваля. Тем более мы знали, что будет фестиваль всесоюзный. Из согласного мы должны были попасть на всесоюзный. Ну, естественно, я приезжий человек, я не знала кое-чего. А когда я узнала об Антипове, прочитала книгу, и потом вот так мы с ним лично познакомились, в одном дворе жили, и он нам не отказал. Очень он отнесся к этому так снисходительно, сказал, ну, хотите, снимайте. Но он был очень скромный, он, конечно, просто так сначала не хотел. И жена его, Анна Тимофеевна, тоже. Но в конце концов они как бы к нам прониклись. И поскольку мы свои, да, к ним приезжало очень много профессиональных кинематографистов, их тоже снимали. Но мы сняли более душевный фильм, более спокойный, более такой человеческий про него. И этот фильм повезли на фестиваль. Естественно, этот фильм прошел и областной тур, и республиканский тур, и вышел на всесоюзный. И там взял вот лауреата первой степени фильм. Вот. С этого момента наша киностудия стала более заметной. Ну, про нас и раньше там писали, говорили, тем более у нас были свои журналисты, освещали они нашу работу. Но тут мы, конечно, получили второе дыхание. На нас уже обратил внимание и не только Петр Васильевич Федорин, да, который сказал, молодцы ребята, и дал нам еще денег. А уже областной этот самый профсоюзный комитет. И они выделили, так даже в магазин не пойдешь, если даже у тебя есть деньги, и ничего не купишь. Это было все по квотам. И вот нам выделили настоящую профессиональную звуковую камеру кино. И мы начали снимать уже на нее фильмы. Но, конечно, недостаток всех наших фильмов был какой. Сейчас ваше видео снимает, вот мы говорим, да, и оно снимает сразу синхрон. А мы снимали сначала только кино немое. А потом к нему делали озвучку. Естественно, синхрон у нас никак не получался, мы не могли его сделать. И у нас, ну, сейчас даже смешно вспоминать, но вот к этому вот аппарату еще ставился магнитофон. И на крестик на экране мелькал, запускался звук. Звук шел отдельно, в кино отдельно, но на экране казалось, что это все идет вместе. А в кино мы дошли до такого, вот некоторые наши там товарищи, им было скучно просто одну картинку. Мы делали комбинированные съемки. Снимался, например, человек на бархате на черном. А потом снова вторая экспозиция, и ставилась там, допустим, маска, если человек там сходил, мы видели где, да, вырезалась маска, и снимался пейзаж. И наш человек появлялся, например, на фоне Альп. Вот, что еще? Про то, как мы проявляли? Да, и монтаж. И монтаж. Сюда ставилась пленочка одна, вторая, она обрезалась, потом вот так закреплялась. Здесь делался стык, зачищалась, и потом вот этим вот пружинкой прижималась. Вот так вот. Вот, это резачок, и вот так вот пленочка стояла, сохла, ну, несколько минут, потом ее вот так открываешь. И вытаскиваешь. И вот стык есть. В основном, представляете, вот весь пленочек стоял вот из таких кусочков, 4 секунды, допустим. Вот, по монтажу мы, значит, монтаж производится, у него есть свои правила. По ритму, по направлению движения, по цвету, по тональности. И это все мы вот учились. Это 9 правил Калешова, которые и до сих пор, и даже в видео используются. Потому что это самое правильное правило. Монтажа, они основаны на психологии и на физиологии глаза. Вот, она, вот это склеечка. Дальше мы идем. Следующий план сейчас будет. Их даже, вот, следующая склеечка. Здесь склеено на одном плане. Вот крупные планы. Вот, смотрите, вот кусочек, вот он приклеен. Буквально, вот сколько тут? Раз, два. Значит, если 24 кадра в секунду, тут буквально 1-2 секунды. Вот. Это взгляд одного человека. Вот. И, значит, пленка, вот эта обратимая пленка, она с ней, вот мы ее монтировали. Потом мы это дело все заряжали в аппарат. Смотрели. И когда это идет уже в кино, его видно лучше. У нас был монтажный столик. На нем в медленном развитии было видно вот этот ритм весь. Но в основном мы считали. У нас была линейка, вот, например, вот эта секунда, да. И мы как вот в магазине ткани отмеряют. Вот так отмерили. Раз секунда, два секунда, три секунда, четыре секунда. Больше 8 секунд план считался очень затянутым. Сейчас с помощью видео, которое у нас есть, это немножко уже пересмотрено. Такой темпо ритма монтажа уже изменен. И мы длинными планами снимаем и внутри кадровый монтаж осуществляем. Представляете, вот сам процесс снял. Потом эту пленочку вытащил из аппарата, не засветив. Ее нельзя было засветить в темноте. Потом зарядил ее в бачок в темноте. Потом положил в проявитель. Потом в отбеливатель. Потом в второй проявитель. Потом в фиксацию. Потом между каждым процессом промывка. И все это в бачках. Мы это делали. Но бачка у меня сейчас, к сожалению, нет. Их уже все списали. И это все так шло. Длительный процесс. Потом ее сушили на барабанах. Потом аккуратненько наматывали на бобины. Потом развешивали на монтажном столе вот такими кусочками. Потом мы их брали. Вот где-то здесь есть фотография, как это выглядело. Но, конечно, это надо было снимать на видео. Наверное, где-то это есть. У меня очень много осталось этой кинопленки. Я старалась ничего не выбрасывать. И вот переезжая везде и всюду, вот в этих коробках я их за собой таскаю. Они, конечно, рассыпаются. Задача, конечно, сейчас бы все это оцифровать. Он же очень интересный сейчас, отмечала. Этих людей многих нет. События уже другие. Хоть на нашем веку, но очень город изменился. Конечно, держать даже это в руках. И то, что это еще пока можно видеть. И то, что это еще можно пока закрутить. Оно скоро будет рассыпаться. Вообще, срок годности этой пленки очень маленький. Она выгорает, выцветает. Она скручивается, она пересыхает. В общем, все, что угодно может быть. Поэтому, как это сохранить, для меня это сейчас одна из больших проблем. Гипсон-акопитель и демонстрация октября 1987 года. Почему я беру фотопакеты? Потому что они пропитаны этим воском. И они не пропускают, сохраняют микроклимат. Вот это о киностудии Кинопанорама. В 1987 году нам было 10 лет. И мы провели такую кинопанораму с Чарли Чаплиной. Видите, все ржавеет. Снимать значит жить. Так назывался для нас. Это наш девиз был в жизни. Вот в киностудии нашей. И вот так вот мы их храним. Хотя, по идее, они должны быть еще в целлофановом пакетике. Можно показать. Но не знаю, что тут. Тут, наверное, капустник с Чарли Чаплиной. А здесь вот на таких бобиночках мы храним. Вот сейчас надо будет в пакет положить. И вот здесь есть магнитная пленка с магнитной дорожкой, куда можно было писать звук. Но это нужен был специальный аппарат. У нас такого не было. Вот, например, фонограмма выставочного зала. Вот так мы подписывали. Ее можно включить на магнитофон, если мы такой магнитофон найдем. Поставить фильм отдельно. Вот эту фонограмму отдельно. Тут ровно 10 минут. И оно пойдет вместе с синхроном. В таких баночках продавалась пленка. Она была еще в бумажной пачке. И там намотана была в черном пакетике. Ты ее достаешь оттуда. Открываешь черный пакетик в черном мешке. В черной комнате, чтобы не засветить. Если хотите учиться, то учитесь у лучших образцов. Потому что наши лучшие фильмы, конечно, я могу сказать, что из моих любимых режиссеров. Вот Сокуров, Кончаловский, Андрон. И сейчас Павел Лунгин, скорее всего, из всех. Вот когда вы смотрите фильм, вы включаете сначала режиссера, может быть, оператора. Чего у вас больше? Если я, например, во мне больше оператора. Я люблю все равно картинку, фактуру, крупный план. Очень люблю смотреть, как это все изображено, как свет поставлен. Если это незаметно, я только вижу сама, потому что я это знаю кухню изнутри, то это шедевр. Если я вижу, значит, это уже посредственность. Потому что мне это не должно быть видно. Кино должно быть приближено к естественному. Вот нужно наблюдать жизнь и у жизни учиться. Жить лучше учить, как говорится, не мной сказано. В любом случае, профессиональные не кинематографисты, они существуют. И пусть они становятся профессиональными. Потому что если человек что-то любит, он всегда будет добиваться в этом деле совершенства. Хорошо. Спасибо большое за беседу, Татьяна. Ой, пожалуйста. Я очень рада, что вы обратились. Было бы очень интересно старую технику увидеть, как работает. Ну да, хорошо, что вот она сохранилась благодаря. Это вот СДК мне его дали, его могли списать. Но самое главное, что материал остался, и теперь можно посмотреть, как наш город выглядел в 70-е, 80-е годы. Да, да, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!